Спасибо нашим докторам. Простые горожане, бизнесмены и целые предприятия дали старт добрым акциям. Сейчас медики работают на износ. Любая поддержка – глоток свежего воздуха. Бабруск Агромаш направил на помощь врачам 3000 рублей. Мы, как коллектив Бабруск Агромаш, сделали сегодня первый шаг. На своем личном примере показываем, что это очень важно – быть вместе, объединяться и решать нашу общую проблему совместно. Вскоре перечислят еще 20 тысяч. К марафону добра присоединились и сотрудники МВД. Силовики преподнесли сертификат на сумму более 2000 рублей. Деньги сотрудников Кировского, Кричевского и Бабруйского отделов. Мы в дальнейшем будем оказывать всемирную помощь и поддержку нашим врачам, для того, чтобы мы все вместе, совместными усилиями, справились с этой большой проблемой, которая сейчас существует в нашем обществе. Заметные игроки на рынке фастфуда тоже подставили плечо медикам. Всемирно известная пиццерия «Доминос» раз в неделю доставляет коробки с едой прямо на «Гагарина-20». На данный момент уже пиццы были доставлены в приемное отделение инфекционной больницы. Был покормлен весь персонал данного учреждения. Уже неделю докторов балуют шаурмой. Мексикана, чикен, грибная – с пылу жару. Во время доставки следят, чтобы не остыло. Передали более 400 штук и не намерены сбавлять обороты. Порция в 500 граммов заменяет полноценный обед. В курином мясе много белка, в овощах клетчатка и витамины, в лаваше и соусе быстрые углеводы. Главное – не налегать. Медики знают, как никто, рацион должен оставаться разнообразным. Как раз тот момент, когда деньги не имеют значения. То есть, какая-то беда может настичь каждого. И мы считаем, что мы должны помочь врачам тем, что мы… Какая возможность у кого есть. Гаджет для бессонных ночей. Кафе «Тикава» подарила инфекционной больнице кофе-машину. Сейчас настало такое время, когда люди должны объединяться, помогать друг другу, поддерживать друг друга, проявлять те качества, которые мы подзабыли. И хочется верить, что сложные времена – это как испытание на прочность. И мы хотим вот тоже в этом участвовать и помогать. На «Красном пищевике» готовят спецзаказ. Машину доверху набивают лакомствами, совсем как новогоднюю коробку конфет. Заодно положили средства защиты. 600 масок и столько же пар перчаток. Халвичные ореховые пасты. Свыше 40 килограммов зефира и мармелада. Все это богатство для наших медиков. Подарки передают врачам. В администрации кондитерской фабрики отметили, то ли еще будет. День в день доставят еще сотню килограммов сладостей. Хочется поблагодарить медиков Бобруйска и медиков Республики Беларусь за ту работу, которую они осуществляют в режиме фактически нон-стоп. 24 часа, 7 дней в неделю, находясь на острие проблемы. Пожелать им крепкого здоровья. Медики уверяют, такая поддержка – огромный вклад в благое дело. Хочу выразить слова благодарности от всех медицинских работников нашего города и района за ту помощь, за то внимание, которое сейчас обращено к нам, к сфере здравоохранения в этот непростой для всех, для нас период. Сказать спасибо нашим супергероям в эти дни может каждый. Телеканал Бобруйск 360 совместно с Ефир ФМ запустили в интернете флешмоб под специальным хэштегом «Спасибо за». Видео публикуется на YouTube-канале и в соцсетях. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok